Колоть нельзя отказаться. 166 тысяч казахстанцев подписали петицию против обязательной вакцинации. Представители медсообщества критикуют антипрививочников и называют их действия безответственными. Но граждане продолжают активно призывать друг друга вступить в движение. Петиция не имеет юридической силы, но уже сумела поделить общество на два непримиримых лагеря. Что же опаснее, прививка или же жизнь без нее? Бржан Валиев попытался разобраться в этом непростом вопросе. Ирина Образумова – мать двух близнецов. Дети в семье долгожданные. Три года назад они получили плановые прививки. Через некоторое время у малышей начались проблемы в развитии. Семья незамедлительно обратилась к врачам. Но связь между вакцинацией и ухудшением состояния здоровья тогда не подтвердилась. То есть не связали это с прививками. А на то, что они не разговаривают, малыши, они сказали, что вы хотите, мамочка, всего годик. На то, что я им говорила, что малыши же говорили, то есть это потеря всех навыков. Никак не реагировали и слышать не хотели. Родители малышей, у которых есть проблемы со здоровьем, часто считают, что их дети пострадали именно от прививок. Но официально подтвержденных и доказанных случаев негативных побочных эффектов от вакцин в Казахстане очень мало. Ежегодно в стране фиксируется около 20 таких случаев. Это при том, что каждый год в Казахстане прививают около 4 миллионов человек. В последние 5 лет мы имели порядка 85 зарегистренных побочных эффектов. И только лишь 2 из них были отнесены к более-менее серьезным. То есть остальные были, это в основном кожные реакции на вакцины, которые в принципе могут быть на введение любого лекарства. Ни одного смертельного случая ни за 5 лет, ни за 10 лет от вакцины в Казахстане не было зарегистрировано. Тем временем казахстанцы распространяют в социальных сетях и мессенджерах просьбу поддержать петицию против обязательной вакцинации. Ее уже подписали более 160 тысяч казахстанцев. Поэтому нельзя не обратить на это внимание. Граждане выступают против нормы нового кодекса здоровья, по которой непривитых детей не будут принимать в образовательные учреждения. Требования кажутся логичными. Люди хотят добровольно решать, прививать им своих детей или нет. Но только в самом коллективном обращении нашли много информации, не соответствующей действительности. Анализ петиции провела редакция Фактчек Киезет. Например, выяснилось, что данные о токсичном эффекте вакцин – ничто иное, как выдумка. Любая вакцинация несет токсические эффекты за счет консервантов, адювантов и сопутствующих инфекционных агентов, избавиться от которых нынешние биотехнологии не позволяют. Достоверно известно, что химические медикаменты приносят как пользу, так и вред. Вследствие побочных эффектов, такими же свойствами обладают и вакцины. Значительная часть вакцин вовсе не содержит адювантов. Эти вещества усиливают иммунный ответ только тех вакцин, в состав которых входят высокоочищенные антигены. Всего петиция содержит как минимум пять манипулятивных утверждений и шесть сложных, а также опирается на конспирологические теории, фейки и ненаучные данные. Автор петиции Марина Шаймаханова. В прошлом году она потеряла девятимесячную дочь. Официальная версия – сердечная недостаточность. Женщина считает, что главная причина трагедии – вакцина. Она утверждает, что за неделю до смерти ребенок получил плановую прививку. Предположения Марины Шаймахановой в Министерстве здравоохранения не подтверждают. Расследование этого случая все еще продолжается. И в гистологии, в общем, написано, что у ребенка поражены сердце, мозг, печень, кровь, все органы жизнедеятельности практически. Если иммунитет ребенка не справился, вполне возможно, что эти вирусы и спровоцировали поражение всех органов и системы жизнедеятельности. Только вакцина не может привести к гибели детей. Это утверждение не только казахстанских врачей, но и медиков из других стран. Прививка может стать причиной летального случая или осложнений, если есть противопоказания к применению. На самом деле, очень часто на практике бывает и не только в нашей стране, а во всем мире, что совпадает. Потому что ребенок как раз до двухлетнего возраста, он постоянно практически подлежит вакцинации. Он каждый месяц или каждые два-три месяца получает вакцину. И любое изменение в состоянии здоровья может быть случайно совпасть со временем вакцинации. Александр Шинкаренко работает семейным врачом уже больше 10 лет. За плечами у него опыт работы в американской клинике. И ни одного пациента со сложнениями после прививок. Тем не менее, он признается, что иногда люди пытаются связать проблемы со здоровьем и влияние вакцин. Никто не говорит, что прививки 100% безопасны. Я бы сказал, они безопасны, очень безопасны. Но в одном случае 100 тысяч из миллиона могут быть побочные эффекты. Один ребенок, он получил прививки. Через некоторое время у ребенка возникла крапивница. И тоже родители спрашивают, есть ли взаимосвязь. Что, ну, как бы логично подумать, что может быть прививка. Но на самом деле взаимосвязей нет. И крапивница может возникать и без прививки. По словам врачей, если количество непривитых детей начнет превышать количество привитых, то может возникнуть большая вирусная нагрузка, которая снесет иммунитет даже у вакцинированной части населения. И тогда вспышка неминуемо унесет сотни, а может быть даже и тысячи жизней. Иногда наши права и свобода ограничены. Если у вас есть свобода, например, если вы скажете, что у меня должна быть свобода ездить по встречной полосе, то вам, наверное, это не разрешат. Почему? Потому что ваша свобода начинает угрожать другим людям. И здесь такая же ситуация с прививками, что если ваш ребенок или взрослый человек не привит, он представляет угрозу для других. Каждый любящий родитель готов всеми силами оберегать собственных детей. Как и каждое государство, призвано защищать своих граждан. Главное, чтобы в этом рвении все смогли взвешенно оценить роль вакцин в каждом отдельном случае, как положительную, так и отрицательную. Брежан Валиев, Ирлана Урзбаев, Хабар, 24.